В эфире программа «Закон и порядок». Здравствуйте! Мы рассказываем о работе правоохранителей нашей области. С выше десятка уголовных дел за коррупционные преступления. В поле зрения сотрудников управления по борьбе с экономическими преступлениями Витебщины попали в должностные лица 11 крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Установлено, что за благоприятное решение вопросов по закупке швейного оборудования, запчастей и комплектующих они получали деньги от представителей витебской фирмы. При взаимодействии с указанным поставщиком должностные лица руководствовались в том числе личной выгодой, обеспечивая победу при проведении закупок и своевременность расчетов за поставленную продукцию. Размер взяток доходил до десятков тысяч рублей. В отношении всех участников преступной схемы следователи возбудили уголовные дела. Житель Орши обратился к правоохранителям с заявлением о пугоне автомобиля и мотоцикла. Транспортные средства исчезли из помещения, которые мужчина арендовал, а затем неизвестные вернули их на место. Правда, с механическими повреждениями. Оперативники установили личности злоумышленников. Ими оказались двое 16-летних ребят, учащихся одного из аршанских колледжей. Вечером пятницы они употребили спиртные напитки, после чего решили проникнуть в ангар, расположенный неподалеку. В помещении подростки увидели легковой автомобиль, ключи от которого находились в замке зажигания. Тогда они решили воспользоваться этим и покататься. Проехав пару метров, врезались в дерево и откатили машину обратно. Затем подростки увидели мотоцикл с ключами, на котором также решили прокатиться. Разъезжая по району, заехали на автозаправочную станцию, где купили еще алкоголь, выпили его и поехали дальше. Около 4 утра молодые люди вернули мотоцикл на место и разошлись по домам. В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за угон транспортных средств, совершенный группой лиц. Ребята задержаны. Им грозит до 6 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Долгожданный праздник. В Бешенковичах торжественно открыли обновленное здание отделения Департамента охраны. Историческая постройка приобрела свежий вид, а главное – укомплектована всеми необходимыми средствами и оборудованием. Как прошла церемония открытия и какие условия созданы для работы сотрудников – в следующем материале. Зданию Бешенковичского отделения Департамента охраны более 200 лет. Это историко-культурная ценность. Сейчас объект выглядит современно. Выполнен ремонт фасадов, кровли и служебных кабинетов. Обустроена прилегающая территория. Своими силами правоохранители заменили электропроводку и навели лоск в помещениях. Такое обновление – это очередной шаг в укреплении безопасности не только района, но и страны. Этот год в нашей республике президентом объявлен годом качества. И подразделения Департамента охраны, конечно, работают активно по наведению прятка, благоустройству, модернизации своих подразделений. Проведен текущий ремонт здания. Обновлена территория. Сделаны достойные подъездные пути. И созданы комфортные условия для качественного выполнения поставленных задач. В Бешенковичском отделении работают более 50 человек. Под охраной правоохранителей свыше 300 объектов. В режиме 24 на 7 – группа задержания. Действия специалистов слажены. Они обеспечивают сохранность объектов. За добросовестную службу сотрудники отделения получили благодарности начальника Департамента охраны. Подразделения здесь дружественные, хороший коллектив, все добрые, отзывчивые, хорошее руководство. Все понимают, что такая работа в органах внутренних дел. Бывает, да, и ночью нужно выезжать, и сутками дома не бываешь. Ну, все это прекрасно понимают. Это выбор каждого человека, идя на такую работу. Данная награда важна и приятна. Каждый человек, когда старается, его выделяют и награждают. На торжественном открытии обновленного здания присутствовали сотрудники отделения, ветераны службы, представители районной власти, руководство ведомства. Событие знаковое вдвойне. Новоселье правоохранители отметили накануне праздника – 72-летие со дня образования подразделения охраны Министерства внутренних дел. Кстати, отделение оборудовано всеми необходимыми современными средствами. Условия телекоммуникации, условия СТК, условия безопасных мест работы. Сегодня здесь создан новейший пульт централизованного наблюдения, который соответствует всем требованиям в охране объекта. Мы принимаем сигналы тревоги от установленных систем охраны на объекты, которые позволяют нам мгновенно передавать информацию на наши группы задержания. Обновление автопарков, совершенствование специальных средств, ремонт отделений, укрепление материально-технической базы продолжается. Кстати, в прошлом году в Беларуси не допущено ни одной кражи из охраняемых объектов. Сотрудники Департамента охраны в дальнейшем сделают все, чтобы обеспечить безопасность, спокойствие и независимость страны. Яркий момент в жизни. Накануне профессионального праздника сотрудники Оршанского отдела Департамента охраны получили ключи от арендного жилья. Владельцами квартир в новостройке стали 9 правоохранителей, как молодые специалисты, так и заслуженные работники. В торжественной церемонии приняли участие начальник Департамента охраны, Министерство внутренних дел, председатель Витебского областного совета депутатов, начальник областного управления Департамента охраны, сотрудники и духовенство. Для решения квартирного вопроса ежегодно строятся новые квадратные метры и вводятся в эксплуатацию арендное жилье. Создание комфортных условий для сотрудников ведомства не только на службе, а и в повседневной жизни – приоритетная задача. Получение данного жилья, конечно, для нашей семьи было очень счастливым, радостным моментом. Опять же, новая обстановка, расширенная жилплощадь. До этого жили в однокомнатной, сейчас уже двухкомнатная. Деткам уже отдельная комната будет. Ну, потихонечку обживаемся, обставляемся. Вот дочь особенно, ну вот она и хотелось бы тоже и комнату свою, как бы. Ну, мы хотим выразить благодарность командирам и вышестоящему руководству Департамента охраны за заботу о своих сотрудниках и их семьях. Мы счастливы. Прекрасно, когда с молоду тебе дают бесплатно арендную квартиру, которая при отработке 25 лет становится собственностью твоей. И ты можешь уверенно, профессионально служить своему отечеству и поддерживать достаточно высокий уровень общественной безопасности в стране, отдаваясь полностью службе. Для каждого сотрудника правоохранительных органов, как для главы семьи, очень важно понимать, что вот они своей безупречной службой заслужили квартиру. Потому что, ну, для многих семей, конечно же, дом – это основа. В ближайшее время в Полоцке еще шесть сотрудников Департамента охраны получат ключи от арендных квартир. Кстати, всего за последние два года для сотрудников охраны в Северном регионе построили 101 арендную квартиру. Решение жилищного вопроса будет продолжаться. Про оперативную сводку за неделю расскажет официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская. За неделю в Витебской области произошло 26 пожаров, в результате которых повреждено 20 строений бензовоза, 2 комбайна и легковой автомобиль. В огне погиб один человек. 17 октября спасатели выезжали по сообщению о загорании бензовоза в деревне Шуневцы Глубокского района. Когда вспыхнул пожар, сам бензовоз находился внутри гаража. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, однако не смог самостоятельно сбить пламя. Пожар ликвидировали спасатели. Его причиной, по предварительной версии, стало нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Этим же днем докшицкие спасатели выезжали на ликвидацию пожара комбайна ОС-2-250, находящегося в поле вблизи деревни Матюшонки Докшицкого района. Комбайн работал в поле по скосу травы. До приезда спасателей комбайнер пытался самостоятельно ликвидировать возгорание, однако не справился с огнем. Пожар ликвидировали спасатели. Его причиной стало короткое замыкание электропроводки в самом комбайне. Уже 19 октября в горпоселке Бегомль Докшицкого района горел жилой дом. На месте пожара работниками МЧС был обнаружен труп хозяина, пенсионера 1960 года рождения. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении погибшим мужчиной. А 21 октября оршанские спасатели выезжали по сообщению о пожаре курбоуборочного комбайна КВК-800 вблизи деревни Химиничи Оршанского района. Пожар был ликвидирован механизатором с помощью огнетушителей. Причиной пожара по предварительной версии стало короткое замыкание электропроводки в самом комбайне. За неделю в области сгорело 5 бань и 4 хозяйственные постройки. Основными причинами их возникновения стало нарушение правил эксплуатации отопительных печей, а также электросетей и электрооборудования. МЧС призывает граждан привести в пожаробезопасное состояние приборы отопления и электропроводки, как в жилых домах, так и в надворных постройках, на приусадебных участках, не допускать эксплуатацию их с нарушениями. Спасатели также напоминают и об ответственности за топку неисправных отопительных печей с трещинами вкладки без притопочных листов, а также с отсутствием разделки и отступки вкладки печи. Нарушителям грозит административная ответственность до 600 белорусских рублей. МЧС призывает граждан ответственно относиться к личной безопасности, соблюдать рекомендации МЧС, а также противопожарное правило. Чтобы избежать попадания в чрезвычайную ситуацию. Берегите себя и своих близких, а в случае возникновения пожара сообщите об этом спасателям по телефону 101 или 112. А спасатели Витебской области присоединились к республиканской акции «Дай лесу новую жизнь». Она стартовала по инициативе главы государства и направлена на восстановление лесных массивов, поврежденных в результате ураганов. Сотрудники МЧС области вместе со своими руководителем, членом Совета Республики Национального Собрания Белоруссии, начальником областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным внесли вклад в восстановление легких страны. В Ушайском районе спасатели высадили более двух гектаров елей, дубов и ясеней. Летом лесной массив пострадал в результате непогоды. Воссоздают его общими усилиями. В акции приняли участие около 40 сотрудников МЧС. Не зря выбран Ушайский район. Здесь во время прохождения неблагоприятных погодных условий пострадало более 100 гектаров леса. И сегодня видите, в каком прекрасном месте мы работаем. Мы сегодня, работая, приносим пользу родине, нашим детям, закладывая будущий лес, уверенный, что он себя покажет, проявит и будет приносить пользу нашей Белоруссии. Республиканская акция по восстановлению лесных массивов, поврежденных в результате ураганов, продлится в стране до 12 ноября. В это время все неравнодушные граждане смогут поучаствовать в посадке леса. И в конце выпуска. Новый взгляд на правила дорожного движения. Серию интерактивных спектаклей для старшекластиков презентовали в Витебске. Проект реализовал Народный молодежный театр «Колесо» при поддержке Госавтоинспекции. Он призван повысить безопасность на дорогах и снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. За несколько дней показы посетили свыше тысячи витебских школьников. Они не только вспомнили правила безопасного поведения на дороге, а еще и узнали об особенностях и нюансах службы в управлении Госавтоинспекции. Поэтому спектакли получились не только профилактическими, а еще и правоориентационными. Совместно с Центром культуры Витебска и Госавтоинспекцией Витебской области проводим мероприятия с учащимися всех школ города Витебска. Здесь приглашены все старшеклассники, это 10-11 класс. Основная задача – это профилактика дорожно-транспортных происшествий. Это доведение до наших ребят основных правил поведения на дорогах. Здесь работают и интерактивные площадки. Ребята могут ознакомиться с основными, с историей образования Госавтоинспекции. Сотрудники Госавтоинспекции при проведении профилактической работы с населением стараются использовать новые интересные форматы. Вот уже мы провели 6 спектаклей, и мы видим, что с таким форматом мы не прогадали. Дети интересуются, сюжет захватывающий, и мы будем развиваться и дальше в этом направлении. Сотрудники Госавтоинспекции постоянно ищут новые подходы в профилактической работе со школьниками, чтобы строгое соблюдение правил дорожного движения стало нормой для подрастающего поколения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова